SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Kiwi, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Привет, ребята. Прическа ежика, епта. Могу рассказать вам о том, что у меня вышла охуенная песня. Под названием Земфира. В которой я пою про то, что я пиздец некрасивый, как Земфира. И это правда. Вот. Салам, салам. Всем своим братьям. Много кто думал, что я в секте, наверное, после моего последнего альбома. Но на самом деле все заебись. Просто кто-то же должен высказываться на такие темы. Иначе нахуй мы вообще все живем и что-то делаем. Вот. Все просто очкошники в основном. Либо всем просто нет дела ни до никого. То есть, ну, нет дела до других людей. Просто есть дело до того, чтобы, блядь, делать себе бабки. Я тоже могу как бы понять эту хуйню, но... Мне захотелось высказаться, я высказался. Вот. Сижу, заебись, в ванной охуенно. Рядом туалет. Грязный пацан. Сейчас буду мыться, поэтому... Вышел в эфир, чтобы порассуждать со своими братишками на тему того, насколько у меня охуенная песня вышла. Может, она охуевая, я не знаю. Поделитесь своим мнением, пожалуйста. Мне важно это знать. Хочу узнать вообще. Или что-нибудь спросите вообще интересное. Я могу рассказать, в принципе, на любую тему. Бля, сори. Я свернул приложение. Да, можно вопросы задавать. Любому отвечу. На любую тему. Практически. На хуйню не буду отвечать. Это потому, что у меня на это нет времени. Кому понравилась моя новая песня, спасибо, ребята. Я вас тоже люблю. Вот. Чего посоветуешь почитать? Ну, я последнее читал. Эпиктета. Вот. Беседы. Почитай. А так, на самом деле, мало читаю, к сожалению. Потому что нет времени. Занимаясь музыкой, готовлю релизы для вас. Как дела, братан, где пропадал? Нигде не пропадал. Работаю, блядь. Работаю, братья и сестры. Занимаюсь тем, что сижу в ванной и даю вам прямой эфир, общаясь с этими ребятами. Фитай с эфирой, думаю, не будет. Но я, в принципе, открыт для предложений. Кто-то, блядь, пишет всякие издания из разряда того, что ебать, фейс написал дисс на Земфиру, там, что-то еще такое. Блядь, это так смешно, это так бредово, блядь. Я и Земфиру, мы просто из разных эпох для начала. И второе, то, что, как вам сказать, я только на начале своего творческого пути, на самом деле. А Земфира, это уже состоявшиеся артисты, довольно-таки легендарные для нашей страны. Просто я высказался на эту тему, потому что я не считаю красивым делать так, чтобы, блядь, всякие взрослые артисты, независимо от их статуса, позволяли себе всякие уебищные высказывания вообще, ну, типа, ничем не подкрепленные, кроме какого-то хейта. И отсутствие культуры в сторону молодых всяких исполнителей и исполнительниц. Я считаю, что было бы круто, если бы она, к примеру, поддержала, да, и вообще любой, любой такой взрослый человек, блядь, который уже давно в этой игре. Молодым же исполнителям это надо, это приятно, а сидеть с умным видом хуйню базарить, ну, это каждый может. Вот. Ну, то есть, типа, это просто булшит, и это некрасиво. Я охуел от того, что сейчас я сидел, короче, когда хавал, как обычно, на ютюбе, ну, я думаю, так все делают, вот, и зашел, блядь, на одну хуйню, где Максим Фадеев с умным видом что-то там сидел, базарил, блядь, на телеканале Дождь. Ну, во-первых, смешно, конечно, что он похож на Карабаса Барабаса из этого, из Буратино или откуда, я не помню, где он был. Вот. И мне кажется, примерно в таких же условиях он содержит группу Серебро, ну, да ладно, это не мое дело, меня это не ебет, на самом деле. Просто смешно, что он, типа, рассуждал о том, что Оксимирону надо, там, чуть-чуть попроще быть, вот, а я вообще это, типа, какой-то суперплагиат чувак, или что-то в таком роде. Блядь, ну это же Ржака, пиздец, пусть он лучше вспомнит о том, как он хотел сделать, мне, во-первых, еще стремно, что я говорю про Максима Фадеева сейчас, но, блядь, он сам довел до такого. Лучше, блядь, он бы вспомнил про то, как он делал группу Китай, что ли он ее называл, которая была уебищной просто пародией, максимально Токио Хотел, и все с этого поржали, и все такое, ну, типа, блядь, при том, что он уже был взрослым, состоявшимся мужиком, продюсером, и нахуй ему плагиатить, как бы. Я сейчас стараюсь максимально работать над тем, чтобы у меня был свой стиль, я хочу быть мультижанровым артистом, при том, что я, ну, блядь, незначительное время довольно-таки, так скажем, в этом всем верчусь, кручусь и работаю над музыкой, и все такое. Ну, типа, а мужику уже было дохуя лет, когда он страдал этим всем, то есть я, как бы, не отрицаю того, что я не то, чтобы даже вдохновлялся, а вдохновлялся настолько, что пиздил фишки, и, типа, это нормально, потому что на началах, по крайней мере, торшеского пути, все пиздят фишки. Не вдохновляются, а просто берут и пиздят. Вот и все. Кто-то кем-то, кто говорит, что он, типа, ничего, блядь, в своей жизни не плагиатил, скорее всего, он пиздит, ну, потому что у каждого вообще артиста, его музыкальность, она обычно складывается из того, что он слушает, и он использует образы определенных песен и определенных артистов, когда он пишет свою музыку. Ну, и, как бы, уже добавляет свои какие-то экспериментальные нотки, если он хочет выделяться. В любом случае, никто не приходит в эту жизнь со своим каким-то готовым стилем, поэтому, если кто-то об этом говорит, то это, скорее всего, ну, просто, типа, смешно, и, если начать копать, то можно докопаться до правды того, что, типа, это полный булшит. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. У, я, эй. Мои шутеры, уфе. Пау. Докинулся, стал грязным пацаном, блядь, лысым, усатым, нахуй. Вообще, похуй. Какая разница, как ты выглядишь вообще? Вот реально. Че ты носишь? Я этого вообще нихуя не догонял, когда у меня не было шмоток, бабок. Или в первое время, когда у меня что-то появилось, просто было весело. Ну, вот и все. Могу вот че сказать, ребята. Вы, блядь, не пытайтесь меня загнать в какой-то жанр или еще какую-то подобную хуйню из разряда, что вот, блядь, революция загнулась там, или вот там, блядь, решил там похайпить на теме революции. Да ни на чем я не хотел хайпить, блядь, и не хочу, и мне вообще похуй абсолютно на то, что происходит, типа, в плане мнения людей в мою сторону. Мне похуй вообще, блядь, кто что обо мне считает, и кто хочет на мой концерт или нет. Мне похуй, если человек не хочет слушать мою музыку, или если ему не нравлюсь я. Но в то же время я очень рад, и я очень ценю тех людей, которые хотят меня слушать, слушают, хотят смотреть на меня, хотят ходить на мои шоу, на мои концерты, вот это все. Я ценю таких людей, и я люблю их до той поры, пока они со мной. Вот. К чему это вообще, с чего это вообще все начало? С того, что в своей музыке я делаю лишь только то, что я хочу. И я не стараюсь ни на чем хайпануть, блядь, даже если когда-то я старался, по крайней мере сейчас, и я не стараюсь ни на чем хайпануть, да и глупо хайпить, блядь, на теме такой, которую я затронул в последнем своем релизе, потому что это абсолютно вообще не хайповая тема, на самом деле. Кроме действительно людей, которые сидят на медиазоне и пуссирают, и, я не знаю, Алексея Навального, оппозиционная жизнь в этой стране особо никому не нужна. Ну и там, я не знаю, кучки журналистов каких-то некоторых. Поэтому говорить, что я хотел хайпануть таким образом, но это надо быть тупым долбоебом уж конченным совсем, чтобы так думать. Вот. Или какой-то суперход делал там, пиздец, чтобы вообще вау там замутить. Я просто сделал хороший альбом, остросоциальный, я считаю его хорошим. Критики, которые пиздят всякую хуйню из разряда, он там рифмует на глагол и все такое, блядь. Это есть масса поэтов охуенных, которые рифмовали слова кровь-любовь, блядь, и делали это заебись. А вы сидите со своим хуем в жопе во рту, блядь, и идите нахуй. Дебилы, блядь. Или дети вот эти ебанутые из разряда. Ты говорил, что станешь серьезным, но ты, блядь, не перестал материться. Да и, конечно, не перестану материться, потому что я так живу, блядь. Я так вырос, и мне нравится русский язык, и мат это не больше, чем часть русского языка, регистр русской речи. Если вы думаете, что мат это какие-то плохие слова, блядь, то мне жаль вас, как бы. На самом деле люди, которые не матерятся, зачастую делают намного худшие вещи, чем проматериться. Даже если проматериться, это плохо для вас, понимаете. И обычно у них проблемы с русским языком очень жесткие, потому что они даже не могут сказать слово мат. Они обычно говорят, маты, убери маты. Долбоебы, маты, это хуйня, вот когда на зюдо ходишь в спортивных залах. То есть вот на чем ты борешься, блядь, на чем ты кувыркаешься, вот это маты. А у меня никаких матов нет, блядь, в песнях. У меня там есть русский язык. Причем красиво звучаще. Вот и все. Не, не на толчке, я на ванной сижу, блядь, чуваки. Соревнованный. Если ждешь слайм, ставь палец вверх, подписывайся на обновление. Ну да ладно, короче, я тут диалог вам закинул, нахуй. Давайте спрашивайте что-нибудь, я вам отвечу. Может быть. Так, нахуй. Все, заебись. Поприветствовал. Когда тур, я не знаю. Наверное, в следующем году. Думаю, что да. Как жизнь? Жизнь заебись. С Марьяной все охуенно. Все как у хороших людей устроено. Где Марьяна, блядь? Такой вопрос интересный тоже задаете. Спросите у нее. Занимается делами, занимается работой. Волосы отращивать пока что не планирую. Мне удобно и мне все нравится. Меня заебало всю эту волосню по хате собирать, блядь. И мыть свою бушку, нахуй, по два часа, блядь. К Маргин Стерну никак не отношусь. Просто нейтрально. Слава богу, что несмотря на дружбу его со всякими персонажами смешными, что он хватает ума, чтобы не говорить хуйни про меня. А еще где-то даже относиться положительно. Поэтому он молодец. По-своему. Ты разве не с ней живу? Живу с ней, но, блядь, у всех есть своя жизнь, своя работа. Поэтому Марьяна по делам поехала. Че вы, блядь, такую хуйню спрашиваете всякую? Мама где ваша, блядь? Папа где? Расскажите лучше. Нет, я не голый, я в штанах. Уже запланировал треки в каком-то новом стиле, может поэкспериментировать. Вообще, я сейчас как-то захотел быть мультижанровым таким артистом. Поэтому я делаю много-много че. Много разных песен. Много разных всяких треков. Вот. Во всяких разных стилях. Где-то я читаю, где-то я пою. Потому что много, я так понимаю, кто заждался по таким тематикам, где-то я пою, могу вас обрадовать в том плане, что пою я значительно лучше, чем пел раньше. Вот. Поэтому вообще во всех планах растут, тексты растут и прочее-прочее. Поэтому все будет заебись. Вам понравится. Нет, я сейчас не в Уфе. Я сейчас в Москве у себя дома. Вот. Но недавно был в Уфе, вот тот приехал. Навещал свою семью и забирал военный билет. Так что, если кто-то ждал, что я в армию съебусь, можете не ждать. Приедешь в Йошкар-Алу? Спрашивают. Если привезут, приеду. Пусть организаторы платят деньги. Я всегда за, чтобы повеселиться и все такое. Матбой. Бич. Бич. Смешной чувак, Шаквест, конечно. Абьюзанный? Нет, я не употребляю. Я могу только выпить. И то. Редко пью. Чем ФСБ тебя запукало? Ничем меня никто не пугал. Нормально все. У нас же, блядь, это правовое государство. Или что там? Ну, это на самом деле шутка была. Но никто меня ничем не пугал. А шмотки сейчас покупаешь? К вопросу о шмотках вообще. Я считаю, что шмотки довольно-таки бесполезная хуйня. Именно в том плане, что, типа, флексити меня. Смотрите, у меня там, блядь, луи витон, гучи, хуючи и все такое. То есть, но на самом деле мне нравятся многие вещи брендовые. И если мне будет реально нравиться вещь, то я ее куплю. Потому что я, в принципе, могу себе позволить это. Почему бы и нет. Просто я хочу сказать о том, что раньше у меня был перебор в том плане, что я мог, например, купить вещь, которая, ну, стоит много, прям много, да? Прям реально много. Вот. И при том, что даже если у меня на балансе реально большой счет, как бы там много миллионов рублей, то, как бы, это все равно, ну, типа, было не особо по моему карману. Потому что если так много покупать, то можно просто разориться. Что и произошло, как бы, в один момент. Но сейчас у меня с деньгами все снова хорошо. Вот. И это было почему? От того, что было желание, типа, реализовать какие-то свои детские травмы. Что вот у меня не было чего-то, вот сейчас-то я все напокупаю. И все, пиздец, у меня сейчас все будет, как бы. Вот. Это неправильно, когда у тебя такое желание. Второе желание, как бы, в комплексе с первым, это то, что надо купить вот эту вещь именно потому, что она Гуччи. Или там Луи Виттон, Ветма, или что угодно. Не потому, что она тебе нравится, потому что она пиздатая, а потому, что это Гуччи. И, типа, вот, все должны видеть, что у меня Гуччи. То есть, в одно время я помешался на Гуччи, и поэтому я покупал себе всякие Гуччи, 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 Гуччи. Даже если мне это не нравилось. И в комплексе с первым пунктом я слил дохуя реально денег просто, например, на одежду от Гуччи, которая мне даже не нравится. Большинство из этой одежды я куда-нибудь солью. Примерно, на какую-нибудь хорошую благотворительность. Потому, что люди занимаются благотворительностью, это важно. Хотя бы 100 рублей в месяц. Нуждающихся много. Только старайтесь закидывать туда, где не супердухуя бабок. Как бы всем надо, но есть реально важные темы, на которые люди думают, как будто бы не надо выделять деньги. Мне, как местному, хочется скоро сделать что-нибудь в поддержку фонда для раковых больных детей Республики Башкортостан. Там, к примеру, собрали 40 или 50 тысяч. Типа, это пиздец как мало. Но это, например, моя инициатива, потому что я местный, и я с Башкортостану в этом плане говорю. Вот. Собираешься еще татухи бить? Если да, то где? Ну, на самом деле, нет. Не собираюсь пока что. Как-то это... Не знаю, потому что даже что бить. Если уж бить. Когда новая песня? А вот не скажу. Скоро все. И песня скоро, и клипы я скоро сделаю. Давно, потому что ничего не снимал, не выпускал. Хочу. Вот. Выпущу релизик. Короче, вообще я жестко в работе. Потому что я много пребывал в этом. В торжском кризисе. Неоднократно причем. Это сложно, когда-то реально творчески. Песня «Это фейс», я окончал ее на фейс, выйдет когда-нибудь. Но вот это уже более интересный вопрос. Но я, пожалуй, сохраню это под секретом. Могу сказать точно, что всякие красные розы и вот эта вот всякая детская хуйня, это точно не выйдет. Потому что это, ну... Было все реально не очень. Вот. Вкусы, конечно, разные у всех людей. И у меня тоже. Мне нравится разную музыку слушать и разную музыку записывать. Я буду разную музыку выпускать, но это просто слишком какой-то уже, я не знаю. Стайлак 2016 года. Так, жду нормального вопроса. Держу контакт со своей аудиторией. Как обычно в топ эфиров. Ничего не изменилось, блядь. Уходил, когда нахуй из инстаграм активности, был в топ эфиров, пришел в топ эфиров. Нахуй всех, реально. Нахуй всех, кто против нас. А остальным всем привет. Кто не с нами, тот под нами, как говорится. Какая любимая своя песня? Моя песня любимая... Она еще не вышла. Наверное, она у меня лежит на компьютере. Вот. А может и вышла. Не знаю, трудный вопрос. В принципе, все свои песни люблю по-своему. Передай привет Ивану Коршунову. Иван Коршунов, привет. Бля, ржачные вы типы, конечно. Пиздец. Чего тебе даст этот привет ебучий? Какая нахуй разница? Я обычный человек, блядь, такой же, как ты. Что у вас с Русланом СМН? Что за Руслан СМН? Так, блогер, который... Нормально все. У меня со всеми все нормально. Если у кого-то со мной что-то ненормально, то встретимся, обсудим, как бы жизнь сведет. У меня со всеми все заебись. Вот. Я двигаюсь красиво. Как относишься к Коржу? Если вы про Макса Коржа, то типа и Аваху, и Сталос, какие концерты жесткие он собирает, это какое мясо творится у него на концертах, пиздец. Мне самому музыка такая не импонирует, но это реально круто. Что там такое месилово творится, и у него реально какая-то вообще строгость фанбэйса на Раша, блядь. Просто в ахуй. Как тебе музыка Ганфлада? К музыке Ганфлада отношусь, в принципе, нейтрально, но скорее положительно. Пацан молодец, пацан долго работал, ебашил и сделал свое дело. Как бы там ни было, я не знаю, то есть, насколько там помог лейбл, насколько вообще это все было продумано, и именно как-то может быть вместе, а не сделано от души, но выглядит он, в принципе, довольно-таки честным и настоящим чуваком, поэтому думаю, там много души уложено вообще все это дело, и работает он дохуя, ну типа давно уже, реально. Как бы когда он говорит, что его чувак мне судил один трек, то есть это нихуя не пиздеж, я это как бы помню, да. Вот, но много разных моментов было именно в плане его отношения ко мне, потому что обычно я как бы свое отношение конкретно кому-то никак не выделяю, негативное либо положительное, обычно как бы все исходит от того, что ко мне кто-то проявляет негатив, и от этого уже идет мой негатив. С примеру, когда это давно, Ганфлад говорил в Твиттере у себя такую фразу, когда еще была Ян Граша, типа, кто слушает Фейса, отпишитесь от меня, или что-то такое, ну при том, что я как бы ничего про него не говорил, вот. И я как бы эту хуйню запомнил, и поэтому, когда наша общая знакомая мне говорила, что он что-то там, ну под какой-то мой трек флексил мне было забавно, типа, думаю, блядь, какой хуй, типа, ты же говорил такую дичку зачем-то, вот. Ну, потом мы пересекались на Раймс-шоу в том году, и, в принципе, поздоровались, перекинулись парой слов, нормально все было, до того момента, когда он еще, типа, blow up в этом году, вот. Ну, сейчас, в принципе, я видел какие-то там отрывки, да, где он что-то про меня говорит, и он называется так, что меня это устраивает, то есть, довольно-таки нейтрально и нормально. Если говорить про его музыку, в целом, то это довольно-таки оригинально в плане текста, самобытно, сам он чувачок самобытный, и, в принципе, мне нравится пара песен его. Не так, что прям как-то целиком, но моментами прям прикольно. Мне понравилось, как он применил флоуский маска в Mumble, то есть, ну, прикольная тема, в принципе, мне понравилась «Сахарный человек» именно в плане звучания, прикольно звучит. Ну, как бы, текст я как Олег ЛСП, типа, не особо понял. Вот, ну, у него своеобразные тексты такие, то есть, он что-то смотрел, что-то читал, и от этого, как бы, что-то нахватался, видимо, своего какого-то стеллока. Вот, банановый сок, мне нравится момент, где он говорит «Пигуза, банана!» Ну, это прикольно, да. Вот. Ну, а так, в принципе, в остальном, в целом, ну, дрипсет, так прикольно звучит. Моменты мне нравятся, где это прикольно звучит, просто, а моментами... Ну, да, наверное, скорее, просто мне больше нравится, что как-то прикольно звучит, потому что в плане текста, текст довольно-таки самобытный и понятный, в первую очередь, ему самому наполовину, по крайней мере. То есть, ну, такой артист, я бы сказал, больше, как бы, формы. Артист больше именно формы, а не содержания. Вот. Ну, я, в принципе, сам такой, и много крутых артистов такие. Поэтому это нормально. Это как бы окей. Вот. Ну, в целом, подводя, я, так скажем, провел некоторую рецензию на Гонфлада. В целом, чувак молодец, пусть двигается. Всего хорошего ему. Да и вообще, на самом деле, всем. Всем людям, кто мутит музыку, даже блогерский рэп, насколько бы это ни выглядело странно, по-дурацким моментами, пусть все делают музыку, это клево. Музыку я люблю, потому что, и когда у местных людей выходит какой-нибудь клевый трек, хотя бы в плане звучания, уже, или, похуй, даже если он звучит стрёмно, там клевый текст, это тоже может зацепить за душу. Тогда я очень радуюсь. Почему сидишь в ванне? Да хуй его знает, сейчас мыться буду. Ты в трусах? Нет, в штанах. Зачем девочка маленькая какая-то пишет? Ебашь меня. Ебашь меня. Что, блядь, это значит? Типа, пиздит тебя? Нет, я не буду, на хуй. Спасибо. Я стараюсь, как бы, это, топить за такую тематику, что женщину, блядь, трогать, это очень плохо. Хотя, на самом деле, я агрессивный чувак, как бы, но я не бью свою девочку. Я стараюсь работать над агрессией в плане того, что я агрессивный, что вообще не люблю людей. Я хожу по улице и смотрю на них, типа, фу, блядь, на хуй их. Реально. Не потому, что они какие-то, я не знаю, блядь, одеваются как-то там, да, там, или просто какие-то там небогатые, или живут там днем сурка. То есть, а именно потому, что я знаю, что у них в голове, у них в голове довольно-таки примитивная хуйня, и очень животная. Типа, за свою жопу на хуй они все пекутся, и меня это очень бесит. С честным дружишь? Это прям вопрос для такого, для русского рэпа и их фанатов. Нет, я честного не знаю, но мой друг, он с ним знаком, говорит, что он нормальный пацан. Вот. Скорее всего, значит, так и есть, потому что те, с кем я дружу, они не дружат с хуевыми. И не будут отзываться в хорошем ключе о хуевых людях, так что, думаю, он в норме. Не спрашивайте вы лучше хуйню всякую про блогеров, блядь. Мне, типа, ну, большинство блогеров, это что-то хуже даже, чем, типа, рэперы. Потому что это, ну, вот как сказать, это такая продажная хуйня, знаете. Сейчас рэперы стали очень продажные, пиздец. Причем в основном старые школы. То есть, люди, которых я слушал, когда я был в пятом классе, я сейчас могу видеть рекламу в казино, и мне, типа, это стрёмно. Потому что рекламировать казино – это что-то из разряда рекламировать героин. Но почему-то, например, люди считают, что это нормально, а вот быть барыгой – это зашкварно. Я, как бы, считаю, что и то, и то, в конечном итоге это не очень заебись. Потому что ты продаешь несчастье только под разной маркой. Очень много лудоманов, очень много, блядь, пацанов по всей стране, людей разных. То есть, играют, блядь, и въебывают на это свои деньги. Вот, и уходят в долги из-за этой хуйни, и, типа, рекламировать такую шнягу, когда, тем более, я уверен, что никто из этих людей не бедствует. В материальном плане может найти другие варианты заработка, и даже, блядь, рекламы. Да, господи, хоть шампунь, блядь, рекламирую. Это довольно-таки низкая хуйня. Вот, поэтому мне это, как бы, непонятно. Вот. Привет. Сейчас все, что-нибудь напишу. Ну вот, ну такая, да, немного небольшая просьба в моем комментарии. Челяжинску тоже привет. Я вспоминаю детство. Вообще не слушаю русский рэп и вот такую попсовую музыку, типа. Но забавно, что иногда чуваки, которые дохуя из себя напыщенные, в новой школе, они поют так ебанно, что это просто пиздец. Даже я этим, как бы, грешил иногда. Но в целом я могу нормально петь. Это меня радует. А чуваки реально в основном просто так ебанно поют лайвом, что они по итогу просто хуярят в плюс. Вот. Ну, либо хуярят в тюн. Но есть дело, когда ты хуяришь в тюн изначально, потому что ты не певец, не собираешься быть певцом. А есть дело, когда тебе хуярят делаешь, видишь, что ты певец, потом, блядь, по итогу заканчиваешь тюном просто. Вот. А вот эти вот два типа, вот эти, блядь, которые поют песню про детство. Я так посмотрел на ютюбе, мне понравилось, как второй чел поет, которого такой голос потоньше. Круто. Много талантливых людей. Старой школы, новой школы, и те, кто любит музыку, типа меня, геншпиля, блядь. Много талантливых людей. Это правда. Некрасиво, как Зимфира. Не симпатизируй мне. Просто ступился за наше поколение, блядь. Мне хуй так делать, блядь. Будешь делать некрасиво, и я скажу, что ты некрасивая. Жалеешь, что татухи сделал? Нет, не жалею. Вообще ни о чем не жалею в своей жизни, потому что без каких-то действий не было бы многих других хороших действий. Когда планируешь детей? Не знаю. Мне кажется, что для начала надо пожить с человеком хотя бы года три, и потом уже можно жениться, а потом хотя бы года три еще пожить, и потом уже можно делать ребенка. Вспоминаю детство, во мне наше место про шестнадцать. Забавная песня. Угораю со всяких людей, которые какими-то хэштегами забивают мне комментарии, типа, не знаю, откуда пошла эта хуйня, но забавно, что вы даже не знаете значения этого слова. Еще более забавно, что ни один человек не сказал бы мне никогда никакого хуевого слова в лицо. Максимум пошел бы мимо, в лучшем случае. Ну, либо там попросил фотографию, фотограф, еще какую-нибудь хуйню. Это смешно. Это забавно. Да пиздец, эти песни, это вообще, конечно, рожак их покорило, правда. Да клево, на самом деле, клево, что всякие разные чуваки, и я как бы не фанат всех этих песен, которые в чартах русских гоняются, там, в тиктоках, блядь, всякой детской хуйни вот этой, но клево, что чуваки как бы могут хотя бы, кто на одну песню, а кто с этой песни стартует, дальше идти в свою творчество. Клево, что у них получается что-то делать и выстреливать с этим. Круто. Круто. И, в принципе, песни уже, чем дальше, тем меньше колхоза, как бы, в тех песнях, которые попадают в чарт иногда. Потихоньку молодежь как бы что-то, да, подхватывает какие-то такие нотки, чтобы это не было колхозной попсой. Но покажется, оно все очень плохо с этим. Ну, заебись. Собака ебаная. Концерты по бедным странам будут? А что такое бедные страны? Африка? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отменное детство. Помню наше место. По 29. Я погоню, потому что мне надо сводить песни. вот я рад был видеть ваши комментарии и я люблю тех кто любит меня не люблю тех кто меня не любит идите нахуй вот короче gang is beach говорится слайм скоро стриньте мой трек нахуй он пиздатый